Я счастливый как никто, я счастливый лет на сто. То самое чувство, когда закрыл сессию. Это точно, ты абсолютно права, Ленка. Всем привет, в эфире программа Альма Матер. И с вами мы, Миша Коровицкий и Лена Хроменкова. И вот о чем мы расскажем вам в этом выпуске. Как по-китайски учитель мы узнали в первом в Могилеве классе Конфуция. О мой блог. Альма Матер познакомилась с популярными блогерами и узнала, как покорить интернет-аудиторию. А еще в этом выпуске узнаем о главных событиях студенческой жизни из их публикаций. Увидим, как студенты снимали кино и возьмем на вооружение новый лайфхак. А скоро Новый год? Уже как бы отметили. А китайский? По календарю Подневестный Новый год начнется только 28 января. Так что еще отпразднуем. Ни хао! Миша, с чего это ты так китайской культурой интересуешься? Есть повод. Могилевский класс Конфуция открылся в гимназии номер 3. Отправляемся на урок китайского языка. Сначала надо так, да. Первый. Правильно. Ну, последний надо сюда. Здесь. Да, сейчас правильно. Правильно держать кисть – первое, чему учатся в классе китайского языка. Специальная бумага, на которой можно писать обыкновенной водой. Если ошибешься, не страшно. Вода высыхает и можно писать по новой. Ведь прописи не для проверки, а для самосовершенствования. Сам процесс написания неспешный и даже медитативный. Мой учитель Вика сейчас научит меня некоторым иероглифам. Вик, что мы сейчас напишем? Папа по-кидайски. Папа, ну давай показывай. Сложно это? Ну вот, мы вдвоем смогли написать слово «папа», которое похоже на два домика, очень миленьких. Всего в 13 группах занимаются 250 человек. Лао Ши – учитель по-китайски, учениками довольна. Самое главное, что дети у меня красивые, умные, мне очень нравится. На занятиях все пропитано духом поднебесной. Китайские фонарики, свитки и даже специальные канцелярские принадлежности. Все, чтобы пробудить интерес к такому непохожему и загадочному языку. Самое сложное, например, это у нас такой, это финал, это жю, круглое, жю. Некоторые так произносят, это уй, а неправильно, а у нас это жю. Например, рыба, дождь, а произносят это жю и жю. И это для детей, некоторые это чуть-чуть сложно. Подожди, мы уже рассказывали, в этой же третьей гимназии когда-то были курсы китайского. Но до сих пор китайскую грамоту гимназисты изучали только факультативно. Теперь же гимназия присоединилась к международному проекту глобальной сети институтов «Конфуция» по всему миру. Это возможность изучать китайский у носителей языка с помощью современных образовательных систем. Несмотря на экзотичность китайского, дается он детям легко. Некоторые иероглифы состоят из трех повторяющихся и означают совершенно разные вещи. Это что у тебя такое? Это лес. Лес? Но он похож на лес, правда? Да. А вот часто так бывает, что иероглифы похожи на то, что они означают? Да, очень. Кстати, даже числа по-китайски на пальцах показать не так уж и просто. Один, два, все как у нас, дальше сложнее. Три, четыре, пять, снова просто. И шесть, вот такая вот коза. Так что, будучи в Китае, не перепутайте. Это не окей, это цифра три. Свою учительницу гимназисты любят. А это главный залог интереса и к предмету, и к культуре Поднебесной. Если я поеду в эту страну, я могу свободно разговаривать на этом языке. И я думаю, это очень перспективно и интересно. Я очень люблю мою учительницу Цинфан. В аттестат оценки по-китайскому не идут, но польза от уроков очевидна. Уже сейчас результаты показывают, что мечты о далекой Поднебесной вполне могут осуществиться. И в будущем из гимназии выйдут педагоги, лингвисты или переводчики. Такого пока экзотического китайского языка. Миша, ты знал, что сейчас необязательно ходить на катинги, чтобы попасть на экраны и стать популярным? Это как? А просто снимай интересные видео, доходь на телефон, выкладывай в сеть, и если видос цепляет, тебя будут смотреть миллионы. А звать тебя будут блогер. Вот ты о чем. Вести свой блог. Это только на первый взгляд просто. Мы встретились с популярными могилевскими блогерами Варей и Димой. И узнали, почему они гонятся за подписчиками. Для многих блогинг из хобби перерос в способ заработать. Мы в гостях у могилевских блогеров Варей и Димы, чтобы узнать о них, что они снимают, а главное, зачем. Сегодня мы снимем видео, как сдать экзамен со шпорами. Видеоблогерами, а точнее, блогерами студенты стали меньше года назад. За это время аудитория их подписчиков на популярном видеохостинге перевалила за 2000 человек. Мы садимся, обсуждаем тему, как-то договоримся, что мы будем говорить, о чем, и все происходит самим собой. Это сейчас на вооружении Варей и Димы фотоаппарат, штатив, свет и микрофон. Видеоархив регулярно пополняется лайфхаками, влогами, челленджами и пранками. А первое видео этого тандема было лавстори о самих себе. Снимали на обычный телефон. Сейчас тренд Ютуба – это более сумасшедшее такое, как вам сказать. Что более нереально, то более захватывает. Челленджи – это вообще в Ютубе очень популярные. Понятное дело, что все их снимают, все их снимают по-своему. Есть такие видео, которые снимаются тоже на реакцию. Это тоже все очень смешно. Популярными стали видео, где Дима пытается сделать мейкап в баре, где они готовят бургеры из случайных ингредиентов, прыгают с тарзанки и проверяют глупые лайфхаки. И тем не менее, от подписчиков студенты-блогеры получают не только лестные отзывы. Есть люди, которые, наверное, или завидуют, или еще что-то, пишут какие-то комментарии, что мы не те, за кого себя выдаем, мы фейки, есть другой канал, что мы сделали что-то неправильно, ну и так далее. И мы просто не обращаем на это внимания. Варя захватывает сам процесс съемок и монтажа. А вот для Димы блогинг – это скорее возможность заработать. Есть партнерская программа YouTube и есть рекламодатели. Вы бы просили проэкламировать ваш продукт, и мы его рекламируем в своем видео. Пока доход от видеоблога у студентов небольшой, но они уверены – это только начало. Ведь главное – снимать с юмором, в удовольствие и быть искренним. Интернет-аудитория это непременно оценит. Срочно ставим лайки. Ну а что, прикольно? В интернете о своей жизни рассказывают не только блогеры, а и обычные студенты. Альма-Матер запускает новую рубрику, героем которой может стать любой, кто делится своими эмоциями в сети. Всем привет! С вами Максим Михальков и это рубрика «Репост». Самые интересные моменты жизни студентов за последние две недели мы увидим в их публикациях на просторах сети. Главная тема студенческих фото сейчас – это сессия. Снимок студентки МГУ имени Кулешова под ником Овсеюшкина собрал 500 лайков. Черно-белое фото под стат настроению перед экзаменом. Своими буднями делится еще один студент из Кулешова под ником Граф Белфорд. У всех людей вечер как вечер, пишет он, а у меня бутербродики и хэштег треклятый экзамен. Общага. Хочу спать. Хочу есть. А здесь он радуется автомату. Подпись. Ох уж эта шляпа. Творит чудеса. Может и правда дело в шляпе? Первокурсники наперебой делятся в фото зачеток с хорошими оценками. Юля Узянова из БРУ. Поздравляем тебя с первым боевым крещением. Так держать. Началась учеба у заочников. Селфи с одногруппниками от Марины Толпека из БГСХ. Ну а те, кто сдал сессию, могут спокойно насладиться зимой. Как отдыхают студенты из Горийской сельхозакадемии, снял Илья Жук. Подпись. По 24 годика все в порядке. Хэштег. Вот в чем счастье. Делись и ты своими новостями в социальных сетях. А чтобы именно твоя публикация попала к нам в эфир, ставь хэштеги Беларусь4Могилев и Альма Матер. Мы всегда онлайн. Всем лайков. Татьянин день. День студента. Это тоже повод поделиться фото и видео. Так что вперед. А сейчас о творческом тандеме студентов и педагогов в университете имени Кулешова сняли документальный фильм о бузниках фашистских концлагерей. На съемки картины «Танго жизни» ушло почти 10 лет. В ее основе реальная история. Вот сейчас он уйдет за кадр и сразу начнется кино. Создать фильм решили лет 25 назад, когда руководитель творческой студии «Вгляд» Михаил Ганин в одном из советских журналов прочел о странном преступлении. Одного из дирижеров очень известного оркестра убили прямо при исполнении концертного номера. Он назывался «Танго жизни». Убийцу не нашли, но всплыли интересные подробности. Оказалось, что дирижер оркестра не просто дирижер, а оказался он нацистским преступником, который очень долгое время скрывался в Аргентине. Ганина и студентов эта история заинтересовала. Они связались с немецкими историками. Те помогли найти информацию из бундесархивов и уникальную кинохронику одного немецкого телеканала. Слушайте все! Если есть музыканты, три шага вперед! Музыканты блестяще играли танго, прекрасно понимая, что для них эта музыка – символ смерти. Главный цинизм, что именно под самое главное произведение, насмешка именно под «Танго жизни» проводились массовые казни. Это был как бы сигнал расстрельной и зондеркоманды, которая вот именно сжигала людей, чтобы начало проведения акции. Съемки фильма проходили в Могилеве и Германии. В работе съемочной группы участвовали наши студенты. Сцена первая, дубль первый. Роль молодого журналиста, который наткнулся на статью о событиях в Аргентине, сыграл студент четвертого курса. Данная информация, которая легла в сюжет фильма, она становится настоящим потрясением для юного работника прессы, который также является студентом. В творческой студии МГУ Кулешова уже трудятся над новым фильмом. Работа предстоит кропотливая, но ребята надеются, их шаги в мир кино зритель оценит по достоинству. Интересный факт. А вы знали, что 63 года назад в общежитиях МГУ Кулешова работали швейцары? Прикольно. Этот и другие эпизоды истории своей «Альма-Матер» студенты историко-филологического факультета нашли, собрали и создали хронологию. Мы будем рассказывать об этих фактах в «Альма-Матер». Ты тоже можешь поделиться с нами любопытными эпизодами из жизни своего вуза. Присылай их в нашу группу ВКонтакте. А сейчас наша рубрика «Лайфхак» и ее ведущая Катя Балукова. Смотрим и берем на заметку. Найти нужный шнур среди множества – проблема, знакомая всем. Особенно, когда провода запутались. Разрешить проблему поможет наш новый лайфхак. Нам понадобится старая коробка от обуви, разветвитель, ножницы, канцелярский нож, упаковочная бумага, ручка и двусторонний скотч. Начинаем с коробки. В ней нужно прорезать отверстия для шнуров. Размечаем их ручкой по небольшому колпачку или тому, что под рукой. Для вырезания лучше всего использовать канцелярский нож и маленькие ножницы. Далее оклеиваем коробку двусторонним скотчем, сверху – упаковочной бумагой. Вырезаем отверстия для шнуров уже в упаковочной бумаге. Вставляем в коробку разветвитель. Подключать его к питанию нужно уже в коробке. Последний штрих – вставляем зарядное устройство в розетку. Подтягиваем провода внутрь коробки, закрываем крышкой и заряжаем телефоны. Теперь провода не будут путаться. А место зарядки легко впишется в любой интерьер. Важно помнить, любые электроприборы пожароопасны. Поэтому всегда выключайте разветвитель, уходя из дома. Свои лайфхаки присылайте в нашу группу ВКонтакте. А на этом все. Включайте «Беларусь-4 Могилев», «Альма-Матер» в эфире каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. Еще немножко. И если беда сцепляет, тебя будут с вами… И если беда сцепляет, зацепил. Иногда читаешь, удивляешься. Вокию я рассказываю. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...